Как мы уже сообщали накануне, ещё осенью прошлого года семейство, в котором в итоге погибла семимесячная девочка, попадало в поле зрения правоохранительных органов. Тогда несовершеннолетняя родительница на тот момент ещё двухмесячного ребёнка обратилась за медицинской помощью к семейному врачу. На теле малышки обнаружили синяки. Врач, в свою очередь, установила, что они у ребёнка просто так появиться не могли, поэтому незамедлительно обратилась к специалистам по защите прав детей. Девочку у матери забрали, и началось расследование. В Щиуряй несовершеннолетнюю мать мы знаем уже около двух лет. Были получены жалобы о непосещении школы, постоянных разногласий с отцом, о её побегах из дома. В Каунас несовершеннолетняя уехала к своему новому другу, где забеременела и родила ребёнка. По полученным данным из мэрии Каунаса, эта семья была известна службе по защите детей. В октябре прошлого года семья была поставлена на учёт социального риска. В ходе того расследования выяснилось, что у несовершеннолетней родительницы и мужчины, который дал ребёнку свою фамилию, нет необходимых социальных навыков по воспитанию ребёнка. Несколько месяцев подряд семью посещал социальный работник, но подозрений о возможном насилии тогда зафиксировано не было. В ходе допроса со жителя биологической матери выяснилось, что опекун якобы попросту играл с ребёнком. Отсюда и синяки. Эту версию не провергли и эксперты, поэтому дело о возможном насилии было закрыто. При этом за семь месяцев жизни ребёнка было зарегистрировано шесть обращений к врачу в связи с проблемами со здоровьем девочки. Родители своей вины не признают ни в одном, ни в другом случае. Во время допроса отец объяснил, почему сначала не сказал, что брал ребёнка за щёки. Семья с самого начала была под наблюдением социальных работников, но они боялись, что их ребёнка заберут. И, боясь последствий, не сразу признались случившимся. Хочу подчеркнуть, что ребёнку провели всевозможные медицинские исследования, которые показали, что у девочки действительно есть проблемы. Ребёнок был недоношен, в связи с этим у младенца появились проблемы с кожей. Поэтому у нас сформировались две версии появления кровопотёков на лице – либо вследствие игры, либо из-за имеющихся проблем с кожей. Однако после этого случая ребёнка в семью отдавать не спешили. Пройдя специальный курс по улучшению социальных и психологических навыков, младенца в итоге всё же вернули. Спустя какое-то время несовершеннолетняя родительница переехала из Каунаса в Щауляй, где ей по-прежнему оказывали социальную помощь. Там и случилась трагедия, которая потрясла всю Литву. Ребёнок погиб, предположительно, от побоев. Подозреваемые задержаны.